Доброе утро! Сегодняшний влог начну я. Поаккуратнее там, со своими выражениями. Я еще не забыла то, что вы сказали мне в инстаграме. Еле отобрала камеру Твикса, чтобы показать вам очередную мою победу. Это блеск для губ от Флёр, который у меня очень давно. Я специально его хранила как память, но наконец-то добила и отправляю в нашу коробку. Не знаю, как для вас, но для меня это реальный челлендж. Теперь покажу вам менее успешные штуки. В общем, это тени, которые никак я не могу добить, поэтому сегодня мы будем делать макияж именно с этой палеткой. Как вы знаете, я переделываю свои ноготочки только тогда, когда все разваливается, отваливается в аварийном состоянии. Но только не в этот раз. Я нашла идеальный просто маникюрчик, который мне настолько понравился. Мне надоели вот эти длинные лопаты и хочу что-то такое, знаете, короткое, удобное, такое аккуратненькое. Синий-бежевый маникюрчик. Сейчас вам, кстати, покажу. Будем переделывать. Я, кстати, не только в инстаграме, но еще в ютубе вам закидывала. Посмотрите, какая красота. Правда, здесь два ноготочка матовые, а я хочу сделать все глянцевые, но точно такой дизайн. Ой, вот. Итак, для начала нам нужно убрать цветное покрытие и обязательно убрать длину. Сделала ноготочки максимально коротким. Правда, здесь еще есть база, ее я убирать не стала. Сейчас буду наносить базу, потом цвет. Кстати, цвет я даже начала сомневаться, что стоит ли делать такой синий. У меня есть кое-какие еще другие варианты. Чуть позже покажу. Нанесла базу. Теперь следующий слой цветное покрытие. Все-таки решила остановиться на таком красивом голубом цвете. Здесь сушу ногти, а здесь, посмотрите, какой он красавчик, какой слойкий. Вот здесь он так разлегся. А это его носки. Как это мило. Прям как ребенок. Марч вас, ребят, марч. Так, ноготочки я уже сделала. Правда, это не совсем то, что я хотела. Ламп, смотри, что он делает. Просто залез на меня. Вот у кого есть такой кот? Такой ласковый мальчик, ласковый. Короче, на чем мы остановились? Маникюрчик мне не то, что не нравится, но как-то, знаете, не то, что на картинке получилось. Ходить так можно, правда, но недолго, думаю. Переделаю в ближайшее время. Недельки две-три похожу и переделаю. После того, как я сделала ногти, решила снять мукбанг. Ничего заказывать неохота было. Просто зашла в YouTube и подумала, какого же мукбанга у меня никогда на канале не было. Я поняла, что это оладьи. Решила приготовить сама. Зачем заказывать? Тратить деньги. Тем более, все ингредиенты есть дома. Мама недавно привезла молоко из деревни, которая просто залежалась в морозилке. Поэтому это все у меня сейчас идет в ход. Начинаем печь. Все получилось с первого раза. Первый блин комом здесь это не актуально. Мне они на вкус очень понравились. На самом деле очень вкусные. Я бы не сказала, что слишком пышные, потому что я туда не добавляла соду. Я не люблю этот привкус соды. Пусть они будут менее пышными, но зато реально вкусными. Внешний вид для меня играет не самую главную роль. Хотя, по идее, это готовится для мукбанга. Кстати, мукбанг уже вы видели. Поэтому даже не знала, стоит ли этот кусочек вкладывать в видео или просто вырезать этот момент. Потом я подумала, видео все равно получается влог какой-то коротенький. Поэтому решила включить. Завтра, кстати, мы собираемся на пляж. Я сначала думала, может не стоит ехать. Не охота, столько делал дома. Потом все-таки решила поехать. Что-то день сегодня, девочки, какой-то неудачный. Но не нравится мне, как получились ноготочки. Ничего, через пару недель переделаю. А сейчас хочу заняться своим любимым делом, которое максимально мне поднимает настроение. И давно вам не показывала, как я рисую в своем скетчбуке. Это первый мой разворот плана на 2021 год. Здесь я пропустила немного. Здесь разворот касательно моих отношений. Твиксик Брысь. Касательно моего канала. На тот момент на канале было 197 тысяч подписчиков. Дальше дни рождения близких людей. Связано с моей деревней. И твиксиком. Тебе тоже посвящается разворот. Так что брысь и сюда. И сегодня буду рисовать вот здесь. Что буду рисовать, пока не решила. Но идею нам подаст вот этот вот красавец. Кстати, я сегодня во сне видела, что я купила себе новые наклейки. Но по мне в скетчбуке как раз таки фишка заключается в том, что ты все рисуешь сам, а не наклеиваешь наклейки. Так интереснее по мне. Да и для рисования у меня все, что нужно есть. Сначала я, естественно, делаю наброски карандашом. Это очень удобно. Затем стираю карандаш и уже обвожу гелевой ручкой. Но если честно, этот рисунок, этот котик мне совершенно не нравился изначально. И это первая картинка в этом скетчбуке, который у меня действительно не получилось. Я начала рисовать глазки, ушки. Но самое идиотское, что здесь получилось, это лицо. Лицо получилось какое-то некруглое. Я все зачеркнула, психанула. Просто вырвала лист. Это первый вырванный лист в этом скетчбуке. Я признаюсь вам, я не люблю переделывать что-то. Это касается и видео, и фотографий. Но не люблю я переделывать. И в скетчбуке то же самое. Начала я уже разукрашивать. Нарисовала мороженое. Решила сильно не заморачиваться и нарисовать что-то такое более простое, так скажем. Выбрала, кстати, рисунок просто чисто из головы. Так как этот разворот будет посвящен моей любимой еде. Это не только блюдо, а и просто какие-то фрукты, какие-то такие моменты. Дальше я рисую зайчика. Этого зайчика я присмотрела в гугле. Мне показалось, он максимально милый. Но на самом деле там не было ролла. Вот я нарисовала вместе с роллом. Типа он пытается на веревке держать ролл, лежа на облаке. Разукрашиваю облако. По мне получилось очень даже мило. Каждый разворот стараюсь делать на какую-то тему. Как-то запоминающий что ли. Реально, когда я рисую, я отдыхаю душой и телом. Я обожаю рисовать скетчбуки. Когда у меня какой-то плохой день или какой-то неудачный день. Я обязательно сижу и рисую. И, кстати, без вас не рисовала ни один разворот. Сначала я думала, что две картинки будет достаточно. И уже начала писать надписи. Но потом, когда дописала все, я поняла, что в правом нижнем углу есть такое пространство, которое надо заполнить. Нарисовала арбуз сразу ручкой. Я поняла, что это у меня получится. Это легко. И этот арбуз настолько мне понравился. Мне кажется, он такой получился, как 3D-арбузик. Хорошо, что я рисовала именно фломастером. Получилось очень даже круто. И я в один миг подумала, быстрее бы арбузы появились на прилавках. Хотя они уже есть. Но говорят, что эти арбузы, они запичканы химией. Поэтому их кушать не стоит. Так что ждем. Натуральный намок банки. Как вы уже, наверное, поняли, разворот посвящен моей любимой еде. Точнее, все то, что я так обожаю. Как мне понравился, как получился арбуз. Правда, это вторая моя попытка. К сожалению, первый рисунок не удался. Я как-то распсиховалась и зачеркнула. Первый вырванный лист в этом блокнотике. Но получилось очень круто. Мне прям очень нравится. Особенно вот этот арбуз. Он прям как будто живой. Как будто можно взять его и схомячить. Это значит, я пытаюсь достать ролл Филадельфию на веревочке. Мороженое и все дела. На этом, мои хорошие, все. Я уже пойду отдыхать. И с вами вынуждена прощаться. Надеюсь, что этот влог вам понравился. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь.